привет дорогие друзья я надеюсь вы меня слышите вы меня видите и спасибо всем тем кто уже подключился но сейчас к сожалению я вынуждена из-за технических проблем возобновить наш эфир спасибо тем кто вернулся и я надеюсь что мы с вами останемся теперь до конца и доведем эту трансляцию до конца а для тех кто только что присоединился хочу рассказать немного о себе я преподаю английский для взрослых skyeng я являюсь частью этой крутой и постоянно развивающейся командой я очень этому рада преподаю английский я уже более десяти лет но я надеюсь что это не конец это только начало также около восьми лет я преподавала в обычной государственной школе и сталкивалась с некоторыми сложностями в обучении и это привело собственно меня к моей текущей профессии преподаванию онлайн мои основные цели это правильно мотивировать моих студентов находить тот или иной подход к людям помогать им чувствовать себя свободно и непринужденно на моих уроках но в то же время делать эти уроки увлекательными и продуктивными большое спасибо ребята за лайки если будут какие-то технические проблемы пожалуйста пишите я постараюсь восполнить это время и быть максимально краткой и так чтобы не задерживать ваше время конечно я рассказала вам о том что мы все помним нашего школьного учителя мы помним любимого учителя также мы помним учителей которые были не совсем любимыми так вот что же определяет идеального учителя какова же роль учителя в нашем учебном образовательном процессе и так роль учителя действительно велика многие учителя являются перфекционистами, а остальные учителя слишком строги. А также многие учителя сталкиваются сегодня с проблемой в привлечении внимания студентов. Вот почему в наши дни быть учителем кажется еще сложнее, чем раньше. Если учителя хотят удержать внимание студентов, им нужно учитывать их личные потребности, также их личные качества и чувства. Так что же отличает хорошего учителя? Я задалась этим вопросом, спросила это у моих студентов, и вот что они сказали. Первое. Хороший учитель любит преподавать, и он открыт к изменениям. Они как старые друзья, которые готовы помочь и требуют уважения. Он должен быть умным, вежливым и энергичным. Он может легко объяснить грамматику. Им не нужен учебник, чтобы сделать урок интересным. Им нужно следить за успеваемостью учащихся и удовлетворять их потребности. Он должен быть умным и веселым. Он должен быть открытым и легким в общении. Должен иметь особый стиль преподавания. Должен быть терпелив. Должен уважать и любить своих студентов. Должен мотивировать учеников. Должен знать по именам каждого из них. Должен думать о студентах. И должен много учиться. Есть ли что у вас добавить? Подскажите, пожалуйста, а каково ваше мнение? Согласны ли вы с тем, чем поделились мои студенты? Напишите в комментариях. Будет очень интересно почитать. Так, кстати, есть одно очень интересное заблуждение. Многие считают, что для того, чтобы преподавать английский, достаточно только очень хороших знаний. Это неудивительно, что люди так думают, и они правы. Но, несмотря на необходимость высокого уровня английского языка, этого недостаточно, чтобы стать великим учителем. Свободная английская речь поначалу может показаться действительно впечатляющей, но она не станет эффективной на протяжении учебного процесса. Вы не привлечете внимание студентов, читая им лекцию о важности изучения языка. Что действительно может привлечь их внимания? Так это хорошо составленный план урока, а также ваш фокус и внимание на потребностях и нуждах самого ученика. Некоторые новички считают впечатляющее знание английского языка жизненно важным для преподавателя, и они правы. Но проблемы случаются, когда преподаватель начинает объяснять грамматику. Например, сталкиваются с таким правилом, как разница между глаголами say, speak, tell или may and may have. Как объяснить это, как донести это до каждого из студентов, особенно в больших группах, когда у них есть разница в уровнях. Поэтому здесь личностный подход может компенсировать именно недостаток некоторых знаний. Еще одна проблема новых брендовых учителей это перфекционизм. Они беспокоятся, что не знают того, о чем могут спросить ученики. Но на самом деле это нормально. Никто не знает всего на английском. Даже носители языка не знают свой язык в идеале, потому что преподавание это больше, чем знание. Даже спросите своих коллег, которые преподают русский язык, а знают ли они русский язык в совершенстве. И они скажут нет. Мы открываем словари постоянно, мы постоянно ищем какую-то новую информацию. Поэтому это не ваша вина, если вы не можете ответить на тот или иной вопрос. А давайте попробуем найти его вместе. А в каком источнике мы можем это поискать? Какие у нас есть надежные источники, где можно увидеть ответ на этот вопрос? Будучи студентами, учителя, не имеющие практики, не уверены в себе. Они хотят прочитать учебник от корки до корки, чтобы загрузиться по полной, чтобы ответить на любой вопрос. Но хорошая новость, в этом нет никакой необходимости. Вы запомните все в процессе обучения. Просто подготовьтесь к следующему уроку и сосредоточьтесь на нем. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше вы учите. И еще один важный момент, как учить. Как профессионал, вы должны быть готовы провести интересное и увлекательное занятие с минимальным использованием учебника. Но и в использовании учебников тоже нет ничего плохого. Однако это должно быть нечто больше, чем выполнение упражнений на каждой странице. Суть в том, чтобы использовать правильную методику, чтобы помочь учащимся практиковать живой английский на уроке. Этого многим сегодня действительно не хватает. Как же сделать уроки интересными? Людям становится скучно. Когда? Давайте подумаем. То есть, когда они изо всех сил пытаются долгое время сделать что-то сложное, и когда они делают что-то, не понимая зачем. Вот этого нужно избегать. Именно поэтому они обращаются к учителям, чтобы те могли сделать уроки увлекательными, и чтобы они могли помочь им не заскучать. Вместо того, чтобы полагаться только на учебник, нужно составить такой план, чтобы время от времени менять фокус учащихся и адаптировать материалы, когда вы видите, что учащиеся не могут сами справиться с заданиями. Другими словами, учителя должны искать новые идеи о том, как мотивировать учащихся и поддерживать их работу во время урока. Одним из самых эффективных методов обучения английскому языку, не секрет, является коммуникативный подход. Благодаря этому люди изучают английский через контекст, а не через правила, что делает их готовыми к реальному разговору. Многие учителя, знающие, как это реализовать, утверждают и сожалеют, что учили английский язык не таким способом. А как вы учили английский язык в школе? От корки до корки? Выполняли только упражнения на уроке? Или все-таки ваш учитель мотивировал вас на разговор? Что вы находите более продуктивным? Тоже будет очень интересно почитать. Пожалуйста, поделитесь своим опытом. Итак, теперь, что же вы должны знать о своих учениках? Даже самого эффективного метода обучения будет недостаточно, если вы не заботитесь об учениках и их потребностях. Если вы думаете, что все, что вам нужно знать об учениках, это их имена, то это ошибка. Чтобы заставить их участвовать в ваших уроках, нужно знать немного об их происхождении, интересах, увлечениях. Не пренебрегайте возможностью познакомиться с ними за пределами урока. Покажите, что заинтересованы в том, что у них происходит в жизни, и хотите помочь. Поощряйте их активность на занятиях, и вы увидите их реакцию. Невозможно стать любимым и успешным учителем иностранного языка, если торопиться быстрее закончить урок, ни с кем не общаясь между уроками. Учитель – это не обычный работник. Это тот, кто должен быть всегда вовлечен в жизнь учеников. Иначе вряд ли ваши ученики добьются впечатляющих результатов. Будьте увлеченными, но все же терпеливыми. Что касается учителей, очень важно любить свою работу. Студенты чувствуют эмоциональную дистанцию, что неизбежно сказывается на результатах. Как обычный человек, я вас прекрасно понимаю, вы можете захотеть отдохнуть на выходных, вы устали. Но в большинстве случаев, если вы любите свою работу, ваши уроки и ученики должны перезаряжать ваши батарейки. Играть в игры, слушать песни, обсуждать спорные темы кажется более забавным, чем обязанности на других работах, не так ли? Помните, что настроение ваше тоже заразно. Поэтому неважно, какое сейчас время и какой сейчас по счету урок, вы всегда должны быть позитивными и энергичными. Тогда ученики ваши будут вести себя так же. Поскольку обучение требует много энергии и усилий, чувство юмора никогда не помешает. Наоборот, шутки и улыбки помогут вам сделать атмосферу урока максимально комфортной. И, кстати, самоирония – это, наверное, самый лучший метод, который вы можете использовать на своих уроках. Если вы ошибаетесь и смеетесь сами над собой, то тем самым вы располагаете себя на общении со своими учениками. Это не значит, что вы должны быть клоуном. Нет, я не говорю об этом. Просто растопите лед и поддержите хорошую шутку. Итак, давайте подводить итоги. Первое. Есть много вещей, которые учителя должны делать как на уроке, так и вне его. Учителя должны знать, чему они учат. Чем больше вы знаете о своих учениках, тем лучше и быстрее вы находите с ними общий язык. Следующее. Учителя должны быть готовы поддержать разговор после урока. Следующее. Учителя должны отвечать потребностям учащихся. Учителя должны знать, как оценивать успеваемость и интерес учащихся. И вот сейчас самое главное, что я считаю самым главным лично для себя. Ни один учитель не знает всего о языке, который он преподает и никогда не узнает. Учитель должен знать свой предмет. Он должен знать, как его преподавать. Но еще важнее знать людей, которых он обучает, а не просто знать их имена. Хотя это тоже важно. Итак, узнайте об учениках. Не просто учениках, а о людях, которых вы обучаете. Что им нравится, чем они интересуются. Что им не нравится, что им не интересно. Узнайте об их предыдущем опыте обучения. Узнайте, каковы их ожидания от курса, которые вы хотите преподавать. Узнайте, каковы их цели. Расспросите их об их стране, культуре и интересах. Общайтесь с ними вне урока. Я, например, создала свой телеграм-канал для того, чтобы делиться со студентами полезными материалами. Обсуждать постоянно что-то новенькое. И я считаю, что это очень хороший способ для того, чтобы иметь отношение в долгосрочной перспективе. Также общайтесь с ними на уроке. Слушайте их. А может быть, они сами поделятся с вами полезными находками. Как это сегодня сделал один из моих студентов и действительно меня удивил. Проявляйте интерес к тому, что они говорят. Проявляйте к ним интерес, как к людям. И будьте доступны. Будьте дружелюбными. Помогайте, поддерживайте их. Отвечайте на их потребности. Будьте терпимы. Ни один учитель не является профессионалом, если он не выходит за рамки преподавания урока. Личные качества, необходимые учителю, описанные сегодня, можно просто объяснить одной фразой. Проявляйте интерес. Если вы не хотите проявлять интерес к своим ученикам, как к людям, то как учитель вы можете добиться лишь ограниченного успеха. А я желаю вам быть самыми лучшими и самыми любимыми преподавателями для своих учеников. Большое спасибо вам за внимание. Я буду очень рада услышать вашу обратную связь. Если вам интересно, какими ресурсами для преподавания я пользуюсь на своих уроках, то буду очень рада ответить на ваши вопросы. Еще раз извиняюсь за некоторые технические проблемы, которые сегодня возникли. Но я надеюсь, что я донесла основную информацию до вас. И мне было очень приятно. И спасибо каждому из вас, который присутствовал сегодня на нашем стриме. До свидания и хорошего всем вечера. Продолжение следует... Продолжение следует...